Детские игровые зоны Резиновое покрытие, уверяет инженер УК, приведут в порядок до 10 июня. На сегодня недочеты полностью устранены по адресу Лесная, 21. Сейчас сотрудники УК приступают к ремонту площадки на Крымской, 13. Тут идет покраска оборудования, предстоит произвести латочный ремонт резинового покрытия. Будем вот этот клей мешать резиной, если цветной резиновый, добавить еще краску туда, все это помешать и вкладывать на асфальт. Мы закроем весь латочный ремонт резиновых покрытий на детских площадках, спортплощадках. Это как латочный, да, то есть также капитальный ремонт. Увидев нашу съемочную группу, некоторые жители поспешили поделиться наболевшим. Так у Дмитрия Григорьева, который входит в инициативную группу домов по улице Крымской, жалоб много. Говорит, в ряде домов отсутствуют шланги для пожарных гидрантов. А на замечания от жителей управляющая компания реагирует неохотно. Просим то, что положено, по факту делается очень мало. Вот и все. Это мнение инициативной группы. Сейчас многие из-за этого будут бросать это жилье и уже ищут поближе к метро, чтобы не жить в таком хаосе, который сегодняшний день получается здесь есть. А вот Елена Хлебникова в целом работы управляющей компанией довольна. За три года, что она здесь живет, Елена всего пару раз обращалась в УК с замечаниями. И всегда вопросы решались положительно. Вроде устраняются недоработки по детским площадкам, насколько я вижу. Так, ну, не в том темпе, как хотелось бы, но вроде бы решается. Всего в ведении управляющей компании 15 детских и 7 спортплощадок. На сегодняшний день из них в порядок приведены 7, на остальных активно ведутся работы. И, как обещают представители УК, в скором времени они тоже станут красивыми и безопасными. Екатерина Борисова, Александр Бутников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok